Комиссары 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 Он в своем наступлении заявил, что хотели фрицы завтракать в Волоколамске и обедать в Москве. А чтобы позавтракать в Волоколамске, они вынуждены были все части заменить, которые были разбиты. А чтобы пообедать в Москве, и в Крюково не только разгромили, а оттуда началась наша победа. Несколько лет назад писателю Осипову удалось разыскать тех, кто видел Крюкова перед последним боем. Комиссар Мухаммедьяров и Елена Алексеевна Скопкина. А вы где жили тогда? Там где будка была? Да, вот эта будка на переезде. Вот в этой будке. Какой он из себя был? Себя я вам сказала, что был представительный такой, с щупом. Сапожки хромские. Хороший, обходительный человек. Такой ничего, чего же он в себе хороший. Иду вот по лесу, смотрю на встречу, какой-то военный идет. Я к нему на встречу смотрю Василия Кулачкова. Вот мы встретили. Это было утром, наверное. Утром, как раз в 16 утром еще темно было. И вот он должен, товарищ комиссар, я направляюсь на радио Дубасекова. Может быть уверены, мы до последнего вздоха будем дыраться, но Дубасекову мы немцам не отдадим. И, ну, вы знаете, что я занимаюсь биографией буквально с дня рождения Василия. Вы видите фотографии с Кулачкова. Как жаль, что их мало. Вот он на Алтае. Это 20-е годы. И вот, что я сейчас остановил. Ну, то, что он был комсомолец, то всем известно. То, что он вступил в партию в 1939 году, тоже всем известно. Но, оказывается, в молодости. Был из Бачонку. По нему даже стреляли кулаки. Он был старем комсомольской организации. Он был членом райкома комсомола. Членом бюро райкома комсомола. Участвовал в бригадах по коллективизации, по хлебозаготовкам. Потом, перед самой войной, был старем избирательной участковой комиссии в городе Борске. Был рабкором городской газеты. Я 30 его статей, заметных, всяких информаций обнаружил. Руководил политкружками всякими. То есть, действительно, он комиссарству шел, как и все ваше поколение, комсомольских лет. И стал он, действительно, политруковым, а можно сказать, даже комиссаром. А, практически, загранка, он уже в будущей жизни. Он был в Москве до войны всего-то один раз. И разве мог он тогда подумать, что вернется сюда, чтобы отстоять Москву? В это время меня считали погибшим. Из письма Клочкова домой. 16 октября. Операция «Тайфун». Гитлеровцы обрушились на Волоколамское направление четырьмя дивизиями. На каждый батальон приходилось по 5-6 километров обороны. Артиллерии надежной помощницы всего-то два, да и то не всегда, орудия на километр. Как же ничтожно мало. Неужто найдутся силы выстоять? Из воспоминаний маршала Жукова. Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом, чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение. А уже когда противник вышел к Москве, тут, конечно, наш каждый советский человек вполне отдавал себе отчет необходимости еще больше оказать сопротивлением врагов. Заголовки дивизионной газеты. Они до сих пор пышут огнем яростных схваток. Из мемуаров Рокоссовского. Обойдя деревню с юга, гитлеровцы наткнулись на высоту, обороняемую 4-й стрелковой ротой, политруком которой был Василий Клочков. Нечасто в маршальские мемуары попадают ротные политруги. Тем более в рассказе о том периоде, когда было не до подробных записей. Панфиловцы не просто оборонялись, но и поднимались в контратаке. Враг отступал от высоты не единожды. Оборона дивизии стержана беспрерывными бомбежками, а главное ударами танков. В донесениях все чаще мелькают слова «остатки рот», «остатки батальонов». Отзвуки пережитого в наконец-то полученном дома письме Клочкова. Нахожусь в районе обороны подступов к родной Москве. Эту фразу многие бойцы тогда писали в письмах домой. Просто, а сколько же за этими словами. Долгие дни и ночи жестоких, кровопролитных боев по всему фронту обороны Москвы. Поистине достойны уважения их жизни. О каждом из них мог бы идти отдельный рассказ. Они же рассказали о тех, кого уже нет с ними. И о Клочкове. Полюбился он своей роте. Да и как не полюбить? Не только смел, но и заботлив, внимателен. Умеет дружить. Храбрый он был. Не то, что лихой. Это бы им не понравилось. Но опасности в бою не боялся. А вот фотографии его ротного командира, Павла Гундиловича. Они крепко дружили. Комиссар их полка, Мухаммедьяров. Он истинный партийный наставник Клочкова. Комиссары и политруки. Они ничем не отличались от них, бойцов передовой. За исключением, пожалуй, одного. Они, посланцы партии, должны были быть первыми во всем и всегда. Герой Советского Союза, гвардии политрук Клочков Василий Георгиевич. Герой Советского Союза, гвардии политрук Клочков Василий Георгиевич пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины. Гвардии рядовой Поляков. Я. Гвардии рядовой Владыкин. Я. Гвардии рядовой Алтынбайер. Я. Гвардии рядовой Смирнов. Я. Взгляд политрука словно вопрос. Как живете, однополчане? Из легенды смотрит на своих однополчан, на сыновей своих и внуков Василий Георгиевич Клочков Смотрит, советует, требует Как живешь? Для роты это звучит прежде всего, что умеешь, как стреляешь, владеешь техникой Крепка ли дисциплина, всегда ли готов на защиту Родины? Политруки, политруки Фронт укрепил характер и убежденность политрука Клочкова В наградном листе читаем В ожесточенных боях с германским фашизмом политрук Клочков считается храбрым воином и верным сыном партии и социалистического отечества Клочков представлен к ордену Красного Знамени И говорил он тогда слова Пока у меня бьется сердце, пока у меня руки держат винтовку Я до последнего вздоха буду драться за свой народ, за Москву, за Родину Высокую награду я оправдаю счастью Говорят, были два письма, но в это время меня считали погибшим Я жив, здоров и невредим Долго не писал вам, потому что несколько дней подряд были жаркие боевые дни Эльвира Васильевна, дочь Клочкова Не узнать в этой учительнице девчушку с фотографией первых военных дней Мы ее разыскали в Якутии Уже много лет она учительствует здесь Она рассказала нам Вот на той всем известной фотографии, где я стою на коленях у отца И где он подписал за будущей дочке, ухожу на войну Мне всего три с половиной года И я всегда хотела быть похожей на отца Он действительно для меня был как будто путеводной звездой Он всегда оставался с нами Это как завещание За мир Уходили на войну Погибали, думая о мире Для нас, для всех, кто живет на земле Нина Георгиевна Клочкова Теперь уже прабабушка Горе не сломило ее Она медсестра с 50-летним стажем Орден Ленина, медали Вехи ее трудовой жизни Ну, конечно, сейчас уже это все отдалилось Вот правнучка уже у меня Внук, внучка И правнучка И, конечно, хочется, чтобы не повторилось такой войны И вообще не было войн Чтобы дети росли спокойно Чтобы им не приходилось ждать с фронта кого-то И волноваться, что вдруг не придет с фронта Не надо войны Не надо войны, скажет каждый из ветеранов Иван Демидович Шадрин Один из немногих клочковцев, что остался жив В бою у Дубосекова был вместе с Клочковым Был тяжело ранен, контужен Ему есть что рассказать, что вспомнить Товарищ Клочков у нас только наказал Чтобы не было паники никакой Только по исейке наказал ходил к нам Что мы должны быть, выполнять долг И все сказал Клочков Товарищи, велика Россия, позади Москва Отступать некуда Да, любил товарищ Клочков политрук Любил он песни, веселился Все, только панику не создавайте А какую песню-то он любил? Коробочку пел Раз полны, полны моя коробочка Есть, то ты, 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 ты Мы Клочкова за песни полюбили Вспомнят многие из ветеранов Политрук тоже гордился своими солдатами Мое подразделение считается лучшим в части Это в письме домой Политруки, политруки Как же много тогда зависело от них От их убежденности, смелости, личного примера В самый трудный для Родины час Из гитлеровских приказов Солдаты, перед вами Москва За два года войны все столицы континента Склонились перед вами И тут же из фашистских донесений Все частные успехи в общем и целом ничего не значат Мы застряли Между тем, русские выигрывают время Это очень скверно Ниночка и доченька, здравствуйте Привет вам Поздравляю с 24-й годовщиной октября Празднику за работу Вернее, набил столько фашистов Конечно, со своим подразделением Что командование части Представило меня к правительственной награде Некогда Прости, что мало написал Целую вас с дочкой крепко Ваш папа Рассказывает писатель Валентин Осипов Даже в том, как он воевал Воевал-то он, прямо скажем, немного Два-два с половиной месяца Я уже знал, что он был награжден Еще ту дубосеку орденом Причем большим орденом Заслуженным орденом Фронтовики это знают Орденом боевого красного знамя Ну, собираю материал И вдруг в какой-то газете читаю Что у него вроде был второй орден Удивился Потому что мне никто о нем не говорил Ни родственники, ни жена Ни ветераны с кем-то Никто об этом не говорил Ну я, естественно, в архив военный Мне говорят, мы ничего не знаем Год прошел Звоню, поможете Они к этому времени Как-то поверили в мою работу Поверили в возможность поиска Дополнительную факту Биографию этого человека И говорят, приезжай Мы тебе дадим все-все Где-то будешь искать Сижу день, сижу два, сижу три Несколько дней сижу И вдруг Натыкаюсь в одной из папок На представление К награждению Василия Клочкова Орденом боевого красного с нами Но опять ничего не понять Опять ничего понять не могу Потому что вроде бы Строчки одинаковые С представлением на первый орден Назовем так Первый орден Вдруг смотрю Пометочкой кандашом Убит Ага, это ниточка к тому Что значит Действительно писалось Второе представление На второй орден Ну, сейчас трудно Сложно Просто нет времени Рассказать Сколько я еще дней Просидел в архиве В архиве нашей советской армии Чтобы докопаться И найти даже за подписью Маршала Жукова Криказ о награждении Василия Георгиевича Клочкова Вторым орденом Боевого красного знания Седьмое ноября В этот день Страна слушала голос Верховного главнокомандующего Он не скрывал Враг у стен Москвы Но вселял уверенность И звал к победе Жадно вслушивался В голос Москвы И политру Клочков Сегодня не ног Солдаты провели праздник В землянках и окопах Провели неплохо Даже выпили Вспомнил тебя и дочку Что пережил Клочков В этот праздничный день Выступал на полковом митинге Был у солдат в окопах Говорил с ними Волоколамское направление Дочь Панфилова Валентина Ивановна 16 ноября По движению раненых Мы почувствовали Что наступил Такой решающий Что ли момент Когда надо было Дивизии выстоять И победить Не пропустить врага к Москве Раненые поступали Очень возбужденные Больше всего Меня поражало то Что вот Работая под обстрелами И раненые Когда поступали То каждый из них Стремился Остаться Здесь Может быть Я смогу здесь Подлечиться Ты слышала Валюша Как сражаются Наши орлы Танки немецкие Подрывают Поджигают Бутылками Даже самолеты Сбивают из винтовок Ротный политрук Клочков Спешит Ко второму взводу В передовые траншеи Бой уже был в разгаре Накатилась первая волна Отбили Вторая волна Танки Снова Атакующий вал Вот тут И раздался Призыв Политрука Известный Сейчас всему миру Велика Россия Отступать Некуда Позади Москва Отбиваются Бойцы Вот и Клочков Бросает под танк Свою последнюю связку Перебита гусеница И сам Смертельно ранен Они не дрогнули Перед таранным ударом Пятидесяти вражеских танков И победили Четыре Пять часов Выигранных у врага Однако поистине драгоценными Оказались они для Москвы Путь к столице Был перекрыт Ротой и ротами Полком и полками Дивизией и дивизиями Всеми Кто стоял тогда Насмерть У ее стен Это знаменательно И символично Встретиться ветеранам Панфиловцам В год сорокалетия победы В священном для них месте Разъезде Дубосекова Дружба скрепленная Общим горем И общей победой Снова зима Снова морозы И снова их павшие боевые друзья рядом И Клочков Вот он Впереди Не довелось Увидеть политруку Мирных дней Ведь не о войне Думал наш герой О мире О мире Для всех И навсегда Не дошел Василий Клочков До стен Лейхстага Не увидел победу Но в тысячах строк Выведенных на Лейхстаге Мелом Штыком Мы угадываем И подпись Политрука Политрука Василия Клочкова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok